Сюжет, в котором люди жалуются на то, что их хотят лишить единственного медицинского заведения в микрорайоне, вышел в эфире нашего телеканала на прошлой неделе. К нам обратилась пациентка 5-й поликлиники Галина Желенкова. Она ей рассказала, что в ближайшее время лечебные учреждения грозятся закрыть. Чтобы повлиять на решение властей и не дать этому случиться, женщина собирает подписи жителей. А если это не поможет, она готова обращаться в контролирующие органы на федеральном уровне. Вместе с Галиной за судьбу поликлиники борются больше сотни человек. Мы вас очень просим, помогите нам сделать капремонт и не закрыть амбулаторию. Если закроете, людям некуда дальше идти. Я думаю, нельзя их закрывать. Ближайшие нету. Ехать в центр города, а пожилым людям это вообще тяжело. Они вот здесь-то ходят-то еле-еле, а туда им добраться как. Я против объединения поликлиники. Против. Почему? Потому что сейчас народ, есть у нас в этот хутор, АТАТЭК, те улицы, и все, вторую, первую. Что там будет твориться? О том, что пациентов обяжут ездить за лечением в центр города, нам говорили не только они сами, но и медперсонал. Но оказалось, что все они ошиблись. Этакая коллективная галлюцинация. Никто поликлинику закрывать не намерен. Об этом в интервью областному телеканалу рассказал главный врач первообъединенной поликлиники Игорь Николов. По его словам, этот социальный объект не только не собираются закрывать, наоборот, уже ищут деньги на ремонт помещений. Но жители микрорайона ему не верят и останавливаться не собираются. Мы просто уже испугались, потому что показали по Карибу, сказали, что люди подписывают. Тут уже 19 или 20 человек, я же в поликлинике пришла. И в принципе, вот эту неделю я дохожу, мы его зарегистрируем, этот документ. Никто же не говорит, что если им деньги дадут, что мы пойдем дальше. Если не дадут, и они нам по-хамски ответят, тогда мы пойдем дальше. Мы тоже пытались связаться с главврачом, но на нас у него времени не оказалось. И это не в первый раз. Он занят, не может с вами разговаривать. Когда перезвонить? Можете завтра перезвонить. Но ни завтра, ни послезавтра мы до него, конечно, не дозвонились. И на вопрос, когда же начнется долгожданный ремонт в пятой поликлинике, ответа так и не получили. Но в любом случае, мы продолжим следить за ситуацией, о том, как развернуться события, расскажем в одном из выпусков новостей. Олеся Хитагурова, Михаил Стройкин. Специально для Карибу. Олеся Хитагурова, Михаил Стройкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова